Мир вам, братья и сёстры! Приветствую вас в этот прекрасный час воскресного дня. Хочу прочитать вместе с вами из первого послания апостола Петра, из первой главы, два стиха. 15 и 16 стихи из первой главы, первого послания святого апостола Петра. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья и сёстры. Ещё раз приветствую вас. Думаю, будет несправедливым, если я не передам вам привет от Василия Фима Челогвиненко, многолетнего служителя Божья, пастора Церкви Центральной Московской. Многие годы сегодня живущего в Одессе вместе с Эмилией Савельевной, со своим наследием многочисленным. Он создал впечатление, что в Одессе, куда не зайдёшь, везде или внук, или правнук, или правнучка его, Василия Фимовича. Он здравствует, помнит вас и любит всех вас, молится за вас и считает, что Церковь здесь и страна России – это его дом родной, это его чувства, которыми он поделился с нами, когда мы посетили его в день рождения, ему 84 года. Но он крепкий и очень, знаете, такой святой дедушка. Вот мы прочитали «Будьте святы», «Будьте святы во всех поступках ваших». И написано «Будьте святы», потому что я свят. Вы знаете, вот я признаюсь, много времени, много раз, читая этот текст, ну просто вздрагиваешь от этого предписания Божьего, да, и говорить вслух на эту тему язык не поворачивается, потому что понимаешь, что есть я и какая моя жизнь. И говорить о святости – это почти кощунственно звучит. Мы поэтому где-то, наверное, пронизаны скорее такой скромностью, смирением, иногда ложным смирением. Подумать о себе, подумать о людях с такой именно позицией – это дерзость, это дерзость. И таким образом вступаем мы в сущности в конфликт с тем, что Бог предписывает. А Бог предписывает прямо, мы с вами прочитали, «Будьте святы». Что из этого текста можно понять? Извечный вопрос, быть или не быть, да, это такой классический человеческий Рубикон, за которым всё время война. Если спросить по-другому, кто ты, вот адресуя ко мне этот вопрос, как бы я начал объясняться человеку? Конечно, это бы зависело от того, кто бы меня спросил, да? Спросил бы меня мой товарищ по каким-то переживаниям, ну, я бы, может быть, рассказал, моё семейное положение, мою, может быть, как бы должность или производственное для мужчины. Особенно это важно, какова его работа, это как бы его лицо, да? Кто я, стал бы я говорить? Вот это вот на самом деле сразу мы бы тут смешались и смутились. Я мужчина-муж, я отец, я так стареющий дедушка и многое других. Кто-нибудь дерзнул бы сказать, я святой? Да нас бы сразу посчитали, как бы это не все дома, да? Хотя в ходу в нашем о святости, сущности, размышления сплошь и рядом. В гражданском или даже в политическом словаре присутствуют эти святыни. «Это святое, это не трожь!» Даже ребята, которые пузырёк раздавили, что называется, да? И то потом говорят, «А это святое, это не трожь!» Когда уже язык развязывается и начинается, так сказать, вольная речь. А что это такое святое в жизни человеческой, что трогать нельзя? А что это святое в обществе? А что это лики святых, которые тоже в нашей же жизни, в будничной присутствуют? И встают перед пением гимн. «Это святое, это наша Родина, это наш дом, это наше святое!» Вот откуда оно берётся, это святое вообще? Я, вы знаете, так пришёл в некое изумление, стал размышлять. Вот если жизнь материальна, на самом деле, Бога нет. Ещё недавно страна наша атеистическая считала своей главной вот такой научной, доказанной гипотезой «Бога нет». И доминировала именно эта мысль. Но если Бога нет, откуда вообще эти понятия святости, добродетели? Откуда это чувство неизбывное, в которое даже живёт как бы в самом-самом человеке, на дне существующем, тем не менее, у него есть святое, это не трожь? Откуда эти высокие идеалы, которые где-то в подсознании присутствуют, и даже самой раздавленной жизнью человек, он томится именно потому, «Эх, если бы сначала начать, повернуть, да начать бы чистую жизнь!» Это размышление к тому, что когда вы начнёте размышлять о святости, о природе этой неизбывной тоски, жажды внутренней, вы обязательно придёте к Богу, который единственно свят, который и даёт человеку вот эту самую жажду возвратиться в то святое общение с Богом и восстановиться после раны, полученной отступлением Адама. Попробуйте, с любой психологией, с любой философией, с любой религиозной установки вы начнёте исследовать вопрос о природе, жажды святости, будь то это предмет амулет, который самый примитивный, человеческими руками сделанный, сама природа этого духовного поиска, она приведёт вас к Богу, который здесь открыт для нас в Писании, Бог есть свят, будьте святы! Здесь, наверное, о святости Божией нет времени и нужды распространяться, это просто несколько слов, это как бы априори не требует никаких доказательств, Бог свят, то есть Он отделённый, Он не есть всё и что бы то ни было в нашем представлении, которое мы можем увидеть, описать, доказать, пощупать, это всё не Бог, Он абсолютно иной, Он абсолютно иной, и поэтому его святость, что вот вся природа, в которой мы с вами живём, она не может его ни описать, ни представить. Здесь нет никаких синонимов, чтобы описать достойно это слово «свят», и поэтому мы останавливаемся над нём в изумлении. Когда Исаия оказался вот в видении, помните эту шестую главу, и он видит на троне Всевышнего, Восседающего, что это было там? Может, это было всего лесного, всего облака света, но падали херуви, мы перед ним ниц, и говорили «свят, свят, свят Господь Бог Саваок», и он падает на землю, вся земля полна, слава Его. И ослеплённый Исаий говорит «горе мне, погиб я». Когда-то Савл шёл в Дамаск, сильный такой, властью облечённый, вязать таких, как мы, учеников Иисуса Христа, и вдруг с неба, представьте себе, Сирию, Дамаск, солнце палит, даже в это время люди ходят в одних рубашках, пустыня испепелённая, и вдруг на этом небосводе, сияющим солнцем открывается свет великолепия, которого он не может видеть и пережить, он падает лицом вниз. Кто ты, Господи, что ты гонишь меня? Когда-то каждому из нас явился так, Господь. Может быть, не в таком буквально сиянии славы, в каком-то необъяснимом. Я вспомнил совсем недавно прикосновение. Дедушка такой был, Борис Альбертович, он неверующий был, у него жена, правда, была христианка, и так оказалось, что мы в их доме были, была какая-то причина для этого. Давно это было уже, он уже почивший теперь. Расставаясь буквально, тут он прислуживал гостям, я спросил его, когда же вы к Богу придёте, Борис Альбертович? И мы расстались. Прошло какое-то время, и я опять оказался в тех краях, он подходит ко мне с такой улыбкой, и обнимает меня, и говорит, вот, слушай, когда ты мне сказал в тот раз вот это слово, когда ты к Богу придёшь? Я даже спать не мог. Меня, говорит, это так пронзило, я стал думать об этом, жизнь проходит, а я вот тут где-то недалеко дом молитвы, жена моя ходит в церковь, а что, а почему? И он говорит, меня это так захватило, я, говорит, потерял покой, только дождался воскресенья, когда пришёл в собрание, и покаялся. Теперь я спасённый, свободный христианин. Бог прикасается святой по-разному, и вдруг ощущает человек вот эту стягу, неодолимую тягу, которая ведёт его через бурю, ведёт его к Иисусу Христу. Потом жизнь наслаивает свой пепел, свою пыль, свою грязь, и мы где-то так примитивны, может быть, становимся, и наша дистанция между нами и Богом увеличивается. Но вспомните, когда святой Бог, и Он говорит теперь, возвращая через это послание, будьте святы, что это значит? Это значит, вы сегодня, собственность Бога, в первую очередь, вы освящены божественным прикосновением. Он положил на вас, как уголь на уста Исаии, как руку свою, как Господь Христос, который Савла когда-то поднял и говорит, «Стань, иди, я покажу тебе». Каждого из нас, когда он поднял с колен, мы падали ниц, потому что груз грехов раздавил нас, и мы увидели своё состояние, жалкое, такое, от которого хочется убежать куда-нибудь, от самого себя, и вдруг святой Бог поднимает нас, как блудного сына и говорит, «Это мой сын». Он пропадал, но он нашёлся. Он надевает на нас новые одежды и называет нас по имени, и даёт нам новую природу. Апостол говорит, мне кажется, он здесь говорит именно о возвращении нашего сознания, внутреннего нашего сознания, в эту категорию святости. Вы не просто здесь блуждающиеся, потерянные люди, у которых нет ни вчера, ни завтра. Вы святы, потому что у вас есть вечное наследие. Вы святы, потому что Бог, ваш Отец, мы пели и молились, Отче наш. А если Отец наш свят, в беспредельном космосе творец всего, а мы его дети, вы святы. Это такая должна быть работа мысли, которая просто, знаете, как бы разгоняет все бури житейские, и ты остаёшься один на один с Богом. И святость – это не то, чем можно бы охвалиться и ходить, поднявши голову, а святость – это то, что повергает пред Всевышним в смирение и в сокрушение и исполняется духовным. Моя плоть, моё естество, и я могу разговаривать с Богом, и я могу мыслью простираться через космос в пределы вечной красоты, присутствие Бога, говорить о Его любви, о Нём самом, о вечной жизни – это всё Его дары. Будьте святы! Это значит, внутренняя убеждённость должна выразиться в наше внешнее поведение. Это и молитва, которую мы слышали. Это, конечно, вы знаете, ещё если несколько слов говорить о природе нашей святости. Господь Иисус Христос в Своей Церкви вместе с нами. Знаете, как апостол Павел, посланник евреям, говорит о Нём, я думаю, что нет нужды доказывать святость Господа, Его чистоту, Его вот ту свободу от греха, которая была подверждена даже на кресте, когда Его распяли, то сотник, совершивший преступление, это распятие, он пошёл в смущение и говорит, истинно, человек сей был Сын Божий. Пилат, который приговорил Его на распятие, он подписал приговор и тем не менее сказал, никакой вины в Нём не нахожу. Но, однако, когда Он воскрес, и мы сегодня вспоминаем, и перед нами опять же вот ещё одно подтверждение наличия этих святых тайн в нашей жизни, святые дары называют их христиане, святые дары. Это Божий дар жизни, который здесь в тайне сокрыт. Мы принимаем их, если мы святы, а если мы не святы, мы не имеем достоинства и чести и права принимать эти святые дары. Через них и через принятие их мы становимся святыми, и когда мы святы, и мы имеем достоинство принимать их. И апостол объясняет нам, почему? Потому что первосвященник наш, Господь Иисус Христос, дал себя за нас. И он объясняет его характеристику. Он говорит в 7 главе, посланник евреям, «Таков и должен быть у нас первосвященник». Какой же должен быть у нас первосвященник? Святой, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников, превознесённый выше небес. О, какая характеристика! Это наш Господь Иисус Христос. Мы произносим это имя, буквально как имя друга своего, пастыря, спасителя. Он наш, Он живёт в нас. Он нас призвал, Он нас искупил. Здесь послание апостола Пётра говорит, смотрите, вы искупление получили не золотом, не богатством, не властью. Вы получили искупление от суетной жизни чем? Драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца. Если вы получили искупление, вы святы. И если вы не получили искупление, ещё есть возможность его получить. И теперь вот, когда апостол Павел показывает нам, Пётр, вот призыв этот о Господе святом жизнь нашу святую проводить, мне бы хотелось от констатации того, что Бог свят, что не требует доказательств, от констатации того, что Иисус Христос свят, что действительно сегодня требует доказательств, потому что в обществе воспринят образ Христа нередко как очень-очень гуманного человека, человека высокой нравственности, образец. Но человека Бога не принимают все, или принимают не все, а он есть Бог святой, как агнец непорочный, который отдал себя за грехи мира. И сущность христианства заключается именно в этом, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дух Святой, имя которого мы произносим в наших молитвах, во имя Отца и Сына и Святого Духа, которого мы крещение принимаем, он святой дух, даже в своем названии, Дух Святой. И апостол Петр здесь говорит о нас с вами. Посмотрите, если мы святые, сами, как живые камни, это уже во второй главе читаю, пятый стих, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духом, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы призваны Богом, чтобы, исполнившись святости, стать с одной стороны храмом, в котором Дух Святой живет. Вы храм Духа Святого, вы не свои. И наша святость в том заключается, что мы принадлежим Богу. Он купил нас драгоценной кровью своего Святого Сына. Он нас приобрел для себя в собственности и сделал нас храмом Духа Святого. Поэтому мы имеем этот Дух усыновления в себе и выпьем Алва Отче, Отец родной. Мне бы хотелось, знаете, меньше, может быть, говорить вот в этом именно аспекте, но просто пригласить вас всех к серьезному размышлению. Я делюсь с вами именно мучительной болью, такой, которая требует серьезной работы, буквально прорыва из себя такого ограниченного, земного, греховного. Как мне легче говорить, Господи, я из грешников первый. Господи, грехи мои столь велики, что даже земля шатается от них. Это какой-то тоже новый такой, получается, целый вершины, достоинств от этих обилия грехов. Но Бог говорит, Ты свят, Ты мой. Я Тебя избрал. Я Тебя своим сосудом сделал. Я назвал Тебя по имени. Ты теперь причастник божеского естества. Ты теперь храм Духа Святого. Ты наследник вечной жизни. И содрогает самове естество. Я могу это говорить для вас, но себе это очень трудно говорить. Но это заставляет, знаете, снова пережить эту ломку, снова пережить этот ужас внутреннего преобразования и сказать, неужели, Господи, не могу. Вот это действительно доработа, которая приглашает нас. И Писание говорит, будьте, это значит работайте. Будьте, это значит постоянно себя меняйте. Будьте, это значит постоянно. Убирайте плотское и поднимайте духовное. И несколько таких характеристик. Вот здесь апостол Петр нам пишет, как вот быть святыми. Я только несколько цитат приведу и всего лишь хочу обозначить пять таких принципов, которые как бы призваны мы в жизни исполнять, чтобы эту святость хранить и ее усовершать. Потому что Писание даже говорит, святой доосвящается еще. Это задача от Бога. Святой доосвящается еще. И больше того, имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот святые дары, Господь Христос. Знаете, здесь еще одна мысль меня так терзает. Я уж поделюсь с вами, хоть, может быть, она не совсем сегодня к месту. Но в нашей простоте, вот в нашей простоте церковной, в том числе и среди евангельских христиан и баптистов, присутствует это упрощенное отношение к тому, что сделал для нас Бог. Даже такое вот упрощение к вечере Господней. Что это такое? Спросим мы. Ну, это воспоминания, как Христос страдал, как Его распяли, как Он умирал. А что вот хлеб и вино из себя представляют? Ну, это просто хлеб и вино. Так Господь брал, делал так, это осталось и для нас. Но, конечно, мы не исповедуем пресуществление, когда хлеб и вино превращаются буквально в плоть и кровь. Но всё-таки я не готов согласиться с такой простой формулой, что это всего лишь навсего обряд. Я хочу сказать, что здесь присутствует тайна. Бог говорит, примите и идите, сие есть тело моё. И я не могу объяснить, и не буду объяснять, но она присутствует, потому что я верой принимаю не хлеб, а тело Христа. Я соединяюсь с Ним и принимаю Его кровь. И точно так же, что такое крещение? Ну, это обещание Богу доброй совести. Это такая простая формула, которая исключает суть тайны, когда в крещении совершается удивительное «я умер для греха, соединившись подобием смерти Его». Я воскрес для новой жизни, соединившись подобием воскресения. Вот почему мы крестим баптидзу погружением. Потому что это тайна, когда из мира греховного вырванный я Богом соединяюсь со святым народом. И много можно привести других элементов, даже в той же молитве. Это совсем не просто выучил и прочитал. А это ты входишь в присутствие Бога, когда умирает все твое земное, и ты разговариваешь с Богом, оставаясь на земле. Это тайна великая. Поэтому апостол Петр говорит первое, принципиальное. Вот он говорит, вторая глава, отложите всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как младенцы новорожденные, чистое словесное молоко, и созидаете вот этот святой храм. Будьте святы! Это значит, примите дар Бога. Бог дает вам эту новую категорию жизненную. Из грешников, приговоренных к смерти, он выводит и вводит вас в новую категорию. Вы святые, вы принадлежите Богу. Теперь он говорит, будьте святы! Это значит, в этой святости утверждайтесь и возрастайте. Первое, созидайте из себя храм духовный, священство святое. Хотя он утверждает в 9 стихе, что это как бы уже совершившийся факт, но он говорит, действуйте, продолжайте, утверждайте и совершайте этот храм духовный. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. Люди взяты его дел. Созидайте из себя духовный храм. Это постоянная духовная работа над собой. Брат и сестра, сегодня мы пришли сюда, чтобы еще получить особенное благословение в этом созидании святого храма. Мы как священники принимаем эти дары. Жертвоприношение, совершенное Господом, кровь, пролитая на кресте, тело, которое распито за нас, это жертва искупительная, которую мы искуплены, но мы принимаем ее вновь, освящаясь и вновь утверждая нашу причастность к божескому естеству. Продолжается строительство этого духовного храма. Он говорит еще несколько категорий, я хочу отметить, о той любви к церкви, которая очень важна в нашем духовном созидании. Здесь 22 стих этой первой главы, он говорит, послушанием истине через Духа, очистивши души ваших нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Это категория неземной жизни совсем. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Я вспомнил здесь Антония Сурожского, который был митрополитом, православным, с судьбой очень трудной, священник там на Западе, беженец из еще Первой мировой войны. Он пережил вот это чувство обращения к Богу, тоже в интересной ситуации, когда был мальчишкой. Представьте себе вот такой с детства судьбы, человек, у которого за спиной сожженная Родина, впереди чужая земля. И он где-то, говорит, будучи 14 лет, в какой-то школе они учились на переменке и бегали, гоняли мяч. Выходит учитель и говорит, ребята, зайдите в зал, сейчас к нам пришел священник, и он расскажет нам хотя бы о том, что такое вот Пасха, скоро будет, пост сейчас проходит. И я, говорит, разъяренно отвечаю ему так, не нужен мне ни Бог, ни священник, я не хочу и время тратить на это. Учитель был мудрый, подошел к нему и говорит, представьте себе, что если мы все разойдемся, что подумает о нас, о русских людях этот священник? Зайди, сядь, посиди, хотя бы не слушай, просто сам себе думай о чем-нибудь. Хорошо, он согласился, уважая учителя, зашел и сел. Но, говорит, не мог думать, потому что священник говорил громко. И это заставляло меня думать. Он говорил вещи, которые я не мог принять. Они меня лишь только возбудили, что я пришел домой, говорю, мама, те Евангелия где-то есть, дай-ка мне Евангелие. Я открыл Евангелие, самое коротенькое от Марка, потому что я не думал считать все четыре и долго. Но, когда я стал читать это Евангелие от Марка, короткое, этот Христос, он пришел совсем невероятным образе. Я видел этот мир, который вокруг враги. Они все против меня, и я против всех. И моя единственная задача, это мое место под солнцем, отвоевать, завоевать, раздвинуть и прорваться. А Христос пришел и любит, и поднимает, и зовет, и прощает, и зовет прощать, и зовет любить. И я, говорит, был сломлен, он стал священником. Выдающийся духовный человек, этот священник. Но Бог коснулся таким образом. Любите друг друга постоянно, от чистого сердца. Это, братья и сестры, не декларация, это труд любви, который изнурительный, до пропускания крови, до жертвы собою, самим. Я хотел бы, чтобы мы, как Церковь Божия, вспомнили эту величайшую категорию нашей святости в Господе, любовью служить друг другу. Третья категория, которая зовет нас, я отмечу ее только лишь как факт, это категория святости семьи, разрушенная сегодня в обществе, не требует никаких комментариев. Сегодня мы сами переживаем немало слез. Жены ваши, мужья, любите, жены, будьте послушны и повинуйтесь. Простая формула, абсолютно, как трудна она для исполнения, но вы святые, поэтому эту святость семьи храните. Она дана нам Богом, чтобы представлять Царство Небесное, Святое для этой земли, заплаканной и израненной земли. Святость гражданская. Здесь апостол Павел говорит, Петр говорит во второй главе, и так, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников. Такова воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Сегодня это особо актуально после столетия вот этого разгрома революционного, когда мы смели всякие основы, когда у нас утрачено чувство законопослушности и вообще важности закона, когда вот это вот, теперь, как мы говорим, это русская ментальность, но не свойственна она для святых людей. Святые люди, они дисциплинируют от Бога. Бог, повелевший нам вот этот порядок жизни, уважать и относиться к Нему со страхом, вот это Бог повелевает святым. Делайте это, как в семье, так и в гражданстве, в обществе вашем. Это ваше призвание. Ну и святость житейская, я так ее назвал просто, знаете, когда в нашей жизни, в сущности, чаще всего в нашем мирке, мы переживаем самые большие искушения. В 4 главе апостол Петр говорит, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией, то есть святой жизнью, ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, в пище, питье и нелепому идолослужению». Этот перечень неполный тех ужасов, в которых плоть жила, живет и жаждет жить сегодня. Апостол Петр говорит, «Это было, но ныне вы святые, вы теперь принадлежите Господу. Пусть плоть страдает, страдающий плотью перестает грешить». Мы сегодня, как святые, приходим к рам святым, к столу благодати, чтобы подтвердить свою причастность к божескому естеству, обновить свое хождение пред Ним, исповедать свое сердце и очищенными получить эту великую честь, исполнить его заповедь. Для каждой души, кто в нашем собрании сегодня, может быть, еще никогда не думал об этом водоразделе святое Божье и не Божье греховное, Божье вечное с радостью жизни и не вечное в аду горящие. Сегодня этот выбор возможно сделать тебе в молитве. Бог приглашает. Жертва уплачена. Кровь Иисуса Христа действенна. Она перед нами как подтверждение. Искупительная кровь Иисуса Христа действенна, чтобы омыть нас и очистить от всякого греха. Слава Ему во веки! Аминь! Иисус Христа действенна, Слава Ему